Как мыслящий класс России вел диалог с властью, сотрудничал с властью. На самом деле, я думаю, что тут нужен очень серьезный исторический анализ этого, потому что существовали очень разные проблемы. Во-первых, очень разные этапы, а затем очень разные индивидуальные решения. Многих режим склонял шантажом, запугиванием к сотрудничеству. И я думаю, многие ученые также были вынуждены сотрудничать, потому что в заложниках были их семьи, они в заложниках, а развались они сами их жизни, их благополучия и так далее. Но не надо забывать, что, с другой стороны, существует вполне авторитетная идея чистоты науки, абстрактной чистоты науки, ценности научной мысли в себе, независимо от того, в чьи руки она попадает. Тот же Шухов мог строить свои мосты, мог строить свои башни, понимая, что, да, отчасти они оказываются, он получает заказ из рук режима, которому, не исключаю, далеко не симпатизировал, но он знал, что по этим мостам пойдут железнодорожные составы, поедут поезда с людьми, что благодаря его башне будет радиосигнал с информацией достигнуть людей, которые раньше не имели выхода к этим информационным потокам. То есть существовало представление о ценности модернизации и ценности совершенства научного, технологического, социально-технологического совершенства жизни, которые во многом, это даже оправдано, можно воспринимать как ценность в себе, ценность вполне достойна того, чтобы ей служить. Я думаю, что очень многие в этот период готовы были сотрудничать несимпатичному им советскому режиму, потому что на самом деле были антифашисты и на самом деле считали крайне опасным, чтобы та или другая научная мысль или культурная мысль оказывалась исключительно во владении не менее опасного режима. Это же воспроизвелось и в эпоху Холодной войны, когда многие, много западных, кстати, ученых поддерживали, передавали опыт проекта Манхэттена, передавали КГБ, передавали советским секретным службам, передавали в Советский Союз, потому что считали опасным для мира после Хиросимы и Нагасаки. Да, это было очень сложное и очень противоречивое время, и люди принимали очень разные решения, и затем многие за них пытались расплачиваться. Тот же Андрей Сахаров, например, участвовавший в разработке водородной бомбы, затем становится одним из самых непримиримых критиков советского режима, самых непримиримых борцов с этим режимом, да, и, так сказать, каким-то образом пытается компенсировать тот вклад в укрепление этого режима, который он сделал раньше, в ситуации, когда видимо считал это оправданным и, возможно, действительно справедливо считал это оправданным. Я думаю, это очень сложный момент, который на самом деле вообще сопровождает мыслящего человека. Это вообще этическая проблема мыслящего класса, которая остается актуальной и сегодня. Мы все оказываемся в том или другом конфликте между нашими ценностями, между сокровенным смыслом того, что мы делаем, и теми или другими системами власти, да, которые овладевают как бы результатами нашего творчества. Самое опасное, и, кстати говоря, здесь я готов даже с некоторой ностальгией смотреть на 20-й век, когда власть была иерархичной, когда центры власти были совершенно однозначно определены, когда в очень большой степени власть вообще сводилась к одному человеку. Увы, мы сейчас, и в этом как раз есть парадокс нашего времени, сейчас власть слишком распылена, сейчас власть слишком рассредоточена. Мы находимся в ситуации, когда очень трудно до конца каждый раз просчитать последствия того или другого выбора, который ты делаешь, когда очень трудно до конца быть уверенным в том, что тот или другой компромисс, который ты заключаешь с властью, что, собственно говоря, он оправдан, и даже не всегда можешь отследить, в какой вере он себя оправдал или не оправдал. Мне кажется, что сложность нашего времени состоит в том, что компромиссы оказываются слишком скоротечные, они быстро себя исчерпывают, ситуация быстро меняет, быстро навязывают тебе новые компромиссы. Очень трудно предусмотреть, оказывается, на долгую дистанцию, что тебе этот компромисс дает, от чего он тебя спасает и что он тебе дает. Конечно, очень легко сейчас с позиции сегодняшнего дня вскрывать эти связи и делать с предметом гласности и обсуждения эти внутренние противоречия авангарда. Но, с другой стороны, впервые в искусстве мы встречаем целой волной, художественной волной, которая отказывается быть сервильной, которая не хочет быть более придворными, художниками при власти, или, как сегодня при олигархах, кстати, мы сидим в вполне уместном месте для такого рода ассоциаций. Действительно, это были художники, которые почувствовали, что в искусстве, в языке искусства лежит невероятный ресурс общественного обновления. И они почувствовали, что у искусства есть возможность менять мир, если для этого искусства нужна власть, нужна реальная власть для того, чтобы это изменить. Они пали жертвой не столько, как мне кажется, потому что они слишком близко приблизились к власти, именно потому что они в очень большой степени стали конкурентами власти, именно потому что сокровенный смысл авангардной реформы, а именно ее демократизм, ее общедоступность, ее открытость людям, собственно говоря, стала этой власти не нужна. Я бы скорее сказал так. Так что да, конечно, несомненно, мы можем упрекать авангард в том, что, создавая некий универсальный язык, он таким образом стирал различия. И да, действительно, можно в залах западных музеев, где мы видим в одних и тех же залах и Малевича, и Лисицкого, и Мандриана, и польских конструктивистов. Да, мы видим, что люди работали над одним единым универсальным языком. И, действительно, это было абсолютно универсальное транснациональное явление. Но буржуазия взяла свой реванш и в лице арт-деко вернулась к идее индивидуальной, прециозной, дорогой, рыночной вещи. По всей видимости, такова внутренняя закономерность истории. Она всегда корректирует избыточно утопические проекты художников. И да, она в этой своей коррекции исходит из внутренних противоречий, которые неизменно присутствуют в любом этапическом проекте. Но эта потребность искусства и культуры к утопии, честно говоря, я бы не торопился от нее отказаться. Я не знаю, в какой мере я имею право рассуждать на тему постколониального, постсоветского, поскольку касался этих сюжетов достаточно поверхностно, как куратор, а не как серьезный исследователь. Существуют действительно серьезные исследователи, которые сказали много важного и интересного в контексте этих проблем. Конечно, принять для российского сознания сегодня, особенно сейчас, уже в новом контексте, в контексте очень сильного национализма и судорожных попыток новой русской государственности в создании национального государства, что, в моем понимании, обречено на провал, поскольку слишком слабая в России традиция национальной государственности. Россия никогда не была национальным государством в течение нескольких столетий. Это всегда была империя. И эта странная конвертация имперской ностальгии в идею создания национального государства, она, конечно, тоже притупляет критическое чувство, она тоже притупляет критическую способность многомерно разобрать опыт советской модернизации. Но все-таки, если сегодня рассматривать советское прошлое и его опыт, то, честно говоря, мне в меньшей степени, и, может быть, в этом весь моя ограниченность человека, человека из центра бывшей Советской империи, мне все-таки ценен в советском прошлом заложенный в основу всего советского проекта все-таки идея универсальности. Именно он, мне кажется, наиболее актуален сегодня. Если сегодня критиковать вот этот новый изоляционизм, вот этот новый, очень консервативный, если не сказать архаичный, архаичную идею национального государства, то как раз актуальнее сегодня именно поднимать на щит советский опыт универсального. Мне кажется, это самое ценное, и самое важное, и самое прогрессивное сегодня, что, собственно говоря, может быть. То, что мы наблюдали в 20 веке, и то, что отчасти, я думаю, мы наблюдаем и в новом столетии, в 21 веке, это постоянную смену вот этих двух векторов. Движение к универсальному и реабилитацию ценности партикулярного. Мне кажется, что вполне пора эту закономерность ухватить и понять, и попытаться ее каким-то образом примирить. Раз это неизбывное повторение, то неплохо было бы его каким-то образом запрограммировать, его каким-то образом перевести просто немножко на другой уровень рефлексии. интерьеризировать его, да, инструментализировать его. КОНЕЦ ГОДУСТИ КОНЕЦ Продолжение следует...